Самозабвенная забота о детях-инвалидах и стариках, благотворительные акции и рок-концерты, организация приютов и благоустройство дворов. Инициатива должна быть не наказуема, а поощряема, уверенной в общественной палате городского округа. Во второй раз Красногорск чествует «Человека года». Номинантами на эту премию в 2019-м стали 23 жителя. Последнее слово было за комиссией конкурсной, поскольку мы учитывали, что были накрутки в интернет-голосовании. Однозначно, есть были проекты, мы не стесняемся, были проекты, которые меньше набрали в интернет-голосовании, но мы их учли, мы уже тоже выдавали оценку практичности, давали оценку социальной значимости проекту. И как применяется, как оказывает помощь населению этот проект. За комфортный город спасибо проектировщику безопасных дорог Марии Кульковой, за спасенные из огня жизни пожарному Константину Кольцову, за заботу о природе Екатерине Покатиловой. Она приложила немало усилий по пристраиванию брошенных, голодных и холодных братьев наших меньших. Мне вот это веление сердца, просто помогать бездомным животным. Вообще животным, я просто их люблю с детства, и как-то вот душа к этому лежит. Это как бы не работа для меня, это именно то, чем мне приятно заниматься в любое свободное время. Мне приятно этим заниматься, это во-первых, а во-вторых, есть такое еще смешное, может быть, выражение, но зоозащита – это как мафия туда, если один раз попадешь, оттуда потом не выйдешь. По итогам этого года несколько номинаций поделили сразу два победителя в категории «Волонтер». Жюри конкурса не смогло выбрать между создателем проекта «Друг мой Мишка» Натальей Усачевой и энтузиастом школьного КВН Элеонорой Шубиной. А в номинации «Дети и молодежь» победа за Ириной Шишковой, которая занимается проектами для семей с детьми-инвалидами, и Артемом Ивановым, который разработал образовательную онлайн-платформу. Я много бываю на премиях разных, но очень многие пустые, они не наполнены тем добром, позитивом, который я сейчас… Вот все это время, но больше часа, просто улыбка не сходит с моего лица. Во-первых, просто переполняет эмоции от того, что столько уникальных, неравнодушных людей. И когда они, знаете, все в этом зале, это просто нереальная такая подзарядка. Академическая фортепиано и драйвовая гитара – концерты нетривиальной классики и опен-эйры с хитами рока Эдуард Дьяченко и Самир Керимов. Два таких разных музыканта, но оба победителя в культурной категории. Приз зрительских симпатий достался медицинскому просветителю Анжелике Проценко. Я хочу сказать вам очень простое слово, но оно очень емкое. Я хочу сказать каждому из вас спасибо. Спасибо за то, что вы делаете. И спасибо за то, что нам не все равно всем. И вам не все равно. Поступок года. Героизм вне времени, которому зал хлопал стоя. Главная премия присуждена бывшему спецназовцу Никите Белянкину, который встал на защиту незнакомых парней в уличной драке в Путилково и погиб. Его мать получила награду из рук главы. До конца декабря, как заверила Эльмира Хаймурзина, памятная доска будет установлена на доме, где жил человек года.